здравствуйте дорогие друзья с вами герман и мы сегодня играем в русскую рыбалку 1.6 какие планы на эту серию и сразу как выход можете заметить 10 тысяч долларов денег откуда такие деньги да взломал рыбалку конечно нет нифига не взломал тут статистику не посмотреть статистику не посмотреть это просто я ловил рыбу потихонечку спокойненько никуда не спеша на вот этой вот локации кто мне не верит я вам хочу сказать что за одну ночь примерно если вам хорошо клюют можно вытащить около пяти тысяч долларов то есть ночь и у меня не ночь не ночь или ночь и мои ребятки не помню ну то есть как бы можно вытащить неплохо по деньгам около пяти тысяч это так вот где-то утро наверное все правильно ранее и к ночи к ночи вечером когда вечереет можно вытащить неплохие то есть деньги и вот так вот я накопил данную сумму что хочется сказать по поводу этой суммы сумма маленькая не сказать вроде бы кажется что у типа 10000 это много да нифига ребята 10000 это вообще ни о чем по сути дела потому что как бы там по моему если не ошибаюсь магазинов зайти при ценится 10000 у нас стоит самая крутая катушка это только на одну удочку нам их как бы три надо скажу честно трудно снимать два проекта по рыбалке потому что надо снимать и реальную рыбалку замечу что эти видео будут выходить когда буду на сессии аж в апреле а снимаются они аж феврале чтоб вы немножечко соотносили даты моего диалога и даты съема потому что возможно в апреле тому же don't starve будут выходить и будет выходить уже нереально рыбалка какой-то уже другой проект будем снимать все может быть все может быть поэтому вот так вот но на данный момент я снимаю и реальную и 16 заранее поэтому тяжеловато 2 рыболовных проекта снимать потому что и там надо успеть и там надо успеть и здесь надо времени как бы уделить поэтому но и я не стараюсь то есть как бы взламывать игру я стараюсь все игровым путем сделать пока получается у так денег мало но знаете как говорил медведев денег нет но но вы держитесь то есть в таком плане денег нет но вы держитесь да медведев говорил то есть как бы денег нет но мы будем держаться. Копить на три удочки, не знаю, насколько хватит моего терпения и насколько хватит вашего терпения смотреть вот это все, как я буду это делать. Честно скажу, я пока не знаю, как поступать, но могу сказать одно, что хотя бы на одну удочку, я думаю, мы с вами накопим. На крутую. И отправимся на какую-нибудь реку, половим какую-нибудь рыбу. Отправимся куда-нибудь, пусть, знаете, как выберем место, просто откроем карту и посмотрим, допустим, понравится Байкал. Попрем на Байкал. Здесь, по-моему, это все не зависит от разряда, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, это, конечно, будет очень фигово и мы будем с вами ограничены. Но, по-моему, именно в этой версии игры ничего не ограничено. Можно ехать спокойно на любую локацию, лишь бы у тебя были деньги. Точнее, не локацию, а водоем. Налил себе горяченького чая, потому что очень захотелось чайка. Видите, что-то у нас с поклевочками не очень, вообще не очень. Как-то фигурно. И тут даже заброс подвисает, видите, ну, то есть 1,6. 1,6 это, конечно, очень-очень жесткая рыбалка, но, по сути дела, с нее как бы все начиналось. Обрезанные иконки, да, вот много-много чего, всяких там вот этих хоть деталей, но все равно рыбалка, как ни крути, может вот так вот сделать, так быстрее тянуться будет. Сомневаюсь, конечно, но давайте попробуем. Это вообще-то спиннинговая проводка на спиннинг, но ладно, сделаем так. Посмотрим, что у нас из этого получится. Ну, то есть, в итоге, да, вот вы понимаете, к примеру, вот что вот здесь вот делать? К примеру, здесь сделать вообще просто сидеть и долбить красноперку, как бы навариваться на ней, потому что других вариантов нету. Вообще никаких. Копить деньги, покупать какую-то офигенную снасть и рвать на какой-то водоем. А это, то есть, должны, нам должно хватить денег и на водоем на какой-то интересный, и на снасть, и на наживку, и на все, чтобы мы успели везде, знаете как, наш пострел везде поспел, грубо говоря. Вот. Вот так вот. Что-то с рыбой у нас вообще не фонтан. По поводу пластида. Я, кстати, почитал на форумах и на всякой фигне, написали люди, что пластид это хреновая вещь, там опыт урезают, разряд понижают, еще плюс штраф могут впаять тебе, ну, понятно, ладно, хрен с ним. С этим пластидом есть еще такой момент, что написано рыбы очень мало, то есть, этого пластида ты получаешь фигня. Фигня не рыба. Но, по крайней мере, вот ночь, давайте вот выйдем, ни хрена не клюет, зайдем опять в бар, и попробуем что-нибудь Аркадий, Аркадий. Нет, у него ничего нету, если я не ошибаюсь. Тимур, тоже ничего нету. И вот так вот надо, короче, перезаходить и смотреть, насколько я знаю. Там еще Бахан есть, или Махан, не помню, Гахан как-то, Егор, и вот так вот с ними надо что-то контачить, контачить, и, возможно, вам кто-то продаст пластидик, и вы сможете его использовать. Но единственное, я же говорю, проблема, что он там очень много всего режет, опыт и так далее. Тимур, с тобой же балакали уже, Тимур, да? Копченого Леща. В 4 уже можно отправляться на локацию, и пробовать опять долбить Красноперку, потому что Евграф какой-то. Ну, так вообще. Аркадий. Еще попробуйте, найдите, да, вот как бы этого персонажа. Леска не выдержит. Налить всем. Сазанчика, короче, кто-то хвастается, что поймал. Такая вот фигня. Время только вот я... Нет, тут время быстро не идет. Тут, в принципе, время как и... О, вот по-моему это... А, не. Не, не он. Не он. Я уже обрадовался. Думал, это он, который продает. С ним даже контактировать никак нельзя. Блин. Обидно. Еще лазим. Евграф. Евграф. Не, никак. Да что ж такое? Хочется все-таки на видео так купить этот пластик дурацкий, но уже, наверное, время, время. Ямин опять. Ничего, у тебя нету, Аркадий. Тоже. Печалька, печалька. Как-то нам не везет, не везет с этим пластидом. Хотя бы просто попробовать, чтобы вы посмотрели. Ну ладно, в следующие, то есть, ночью уже потом попробуем, потому что, я так понимаю, сейчас уже 5 утра, уже ни у кого его купить нельзя будет. Ну, тут просто еще определенных людей его можно покупать, и то не факт, что они его вам как бы продадут, но это уже другой вопрос, надо просто клацать по всем, как на форуме написали люди, что в некоторых версиях может быть у любого бота эта фигня. но у меня версия просто написано, как бы, что есть пластид, можно его купить в этом, в баре, но видите, пока никаких этого нету, да, движений, то есть, все пусто, даже не лески, ничего там нельзя купить, ни катушки, никакой, все так, как есть. даже на тэшечка, о, вот это хорошая рыба, и это хорошая рыбка, во, ну вообще великолепно, по рыбе идем, вот с утрица, и вот так вот, в принципе, клев идет до самого вечера, забыл, что у меня удочки не супер дорогие, что мне нельзя тянуть и не смотреть на шкалу заполняемости, точнее, нагруженности, а, я спокойно тяну, у меня уже в желтую уходит, так еще и рыба может сорваться, а это как бы не очень, ух ты, блин, хочется такое, плохо, когда рыба срывается, ну, давай, друг, ты че, вот, отлично, поймали, поймали, мы тебя, поймали мы тебя, так, тащим, тащим уже почти, давай, 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 Россия, давай, 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 красиво, нет смысла ловить на пустой крючок, ну, в принципе, верно, тут видите, даже баги, они не стыкуются, эти наживки, они пачками, как продаются, пачками, они так и вешаются, Не очень это все удобно сделано Вообще неудобно я бы сказал Но есть как есть Ух ни хрена себе Как это так у нас Даже не сопротивляется Типа Интересно Сами видите да это То есть на месте не стоит А тянется Значит сопротивляется Ты что сюда пить приехал Утож Надо рыбу ловить А ты бухать сюда приехал Ну то наверное я думаю Килограмм 700 Вот это вот мы тянем с вами Минимум Ну почти угадал Почти Тюты нуты Бабкины ритузы Не получилось Опа чан О о о Гляньте на видео Прям вообще Фартит по По крупной рыбе Прям вообще Кто соберется играть В эту версию Ностальгировать И вспоминать Старые былые Моментики То Этот Играйте дорогие друзья Вот Вот именно здесь На вот этой вот локации И пробуйте Как бы ловить Именно здесь И здесь зарабатывать деньги Вот гляньте Вот они уже Уже все зачетны И вот по такому Изгибу Это уже Ну как бы Минимум Полтора килограмма Для Тех людей Которые Очень часто Играют И долго В русскую рыбалку Те уже должны Понимать Что Какой изгиб И примерно Какая рыба Клюет Да даже Те которые О Вот бульбушки Вот эти Это наверное Кто-то пластидик Закинул Или там взрыв Обычно Слышится Не помню Как оно Именно там Происходит Но по-моему Это был пластидик Типа Кто-то кинул И все И вот это Видите Удочка В текстуру Чуть-чуть Проваливается Да Вот это А когда-то Когда-то Эта игра Мне же говорю Даже на комп На мони шла Ну как Она включалась И локации Там то белые Были То еще Чего-то Такая хрень Там вообще То удочки Там не включались А представляете Какой у меня был Комп Первый Что русская рыбалка 1 на 6 не шла Но Я еще предполагаю Может быть Эх Сралась Возможно У меня Тогда бага На игра была Но вроде бы С этого диска Другану ставили У него Играло Аж все нормально Ну короче Какая-то фигня Была у нас Тогда Я помню Что у друга Мы рубили Четко Все А у меня Почему-то Вообще Ну никак Не хотела Идти Одна из Легендарных Игр Это Русская рыбалка 1 на 6 Помню Долбились А здесь Пока не купили Все самое лучшее И не поехали На какой-то Водоем А потом Уже неоднократно Рассказал эту историю Сломали Все удочки К чертям Собачьим Я не знаю На чем мы туда поехали На Севрюгу Или куда Не знаю И нам Ломанула Рыба Все удочки И мы Короче Без бабла Без ничего Вернулись Назад К себе На Запаре Потому что У нас остался Только Запар С нами Никуда он Не делся И вот Такое было У нас Приключение Эй Эй Водолей Ладно Дорогие друзья На этом Будем заканчивать Нашу серию Подписывайтесь На канал Комментируйте Видео Естественно Оставляйте Свои комментарии Также Можете Писать Предложения По поводу Того На какой Водоем Стоит съездить Когда Подзаработаем Денег И купим себе Хорошие снасти Я обязательно Прису А Черт Уже все Забыл Забыл Что я снимаю Заранее Сори Ребятки Сори Что я не смогу Выполнить И прислушаться Прошу прощения Тогда просто Подписываемся Ставим лайк И всем Удачи И до скорых встреч Пока Пока